Всем привет! Очень рада видеть вас. Что хочу сказать. Мне сегодня заказали суп тыквенный, который я ни разу не делала. Сегодня я буду его делать первый раз, а вдруг получится. Посмотрим. Что приготовила для супа? Тыква, сливки, луковица, морковь, картофель, два плавленых сырка и семечки тыквенные. Начнем. Начала чистить тыкву. Что хочу сказать. Чищу первый раз, и это достаточно сложно. Поэтому, кто вам этот суп заказывает, тот должен ее чистить. Саму тыкву я чистила вот этой овощерецкой. А семечки очень удобно доставать ложкой. И очень аккуратно оно все очищает. Ну, это вот мой первый опыт. Подготовила все ингредиенты. Тыкву брусочками, лук мелко, две карташины, чеснок порубленный. И морковь, которую я брала, я все не потерла, взяла половинку. Посмотрим, может потом еще добавлю. На дно кастрюльки наливаем немного растительного масла и добавляем маленький кусочек сливочного. Когда сливочное масло разогреется, можно добавлять лук. Обжариваю лук до прозрачности, до золотистой кулачки. Почему делаю это в чугунке? Мне кажется, так удобнее обжаривать. Плита остается чистой, не так брызгает. Сливка обжариваю лук. Добавляю чеснок. Буквально два зубчика. И когда чеснок даст аромат, засыпаем, да, стыкнуем. И тушим. Пекло немножко потушим. Добавляем сюда морковь. И тушим. На большом огне доводим до кипения. Сейчас еще не кипит. Только закипает. И как только закипит, убавляем огонь до шестерки. Пять-шесть. Вот почистила тыкву. И у меня остались вот такие семечки. Что с ними делать, я, честно говоря, не знаю. Потому что семечки довольно крупные, красивые. Наверное, нужно их как-то обработать. Но еще не знаю как. Кто знает, пишите. Наш суп покипел. Где-то около 15-20 минут. На легком кипении. Это даже, я говорила, 5-6 на 4-5. 15-20 минут. Добавляем свежевого кипения. Я люблю крупного, по-моему. Солим по вкусу. И маленькую щепотку сахар. Суп уже готов. Плавленый сыр я решила не добавлять. Потом каждый себе добавит. Если его нужно, будет. А сейчас по рецепту нужно слить лишнюю жидкость. Для чего это делается? Чтоб поток супа придать нужную высоту. Жидкость мы никуда не убираем. Просто для того, чтобы было удобнее молоть блендером. Лишь мы уже послила. Потом понадобится добавить. Вот у нас получилось. Вот такая консистенция. Сейчас будем молоть блендером. Вот перемололи блендером. У нас получилась такая консистенция. Но это достаточно густо для супа. Поэтому сейчас сюда мы добавляем ту жидкость, которую мы сливали прежде. Понемножку. До нужной консистенции. Вот. Попробовала, что получилось. Консистенция получилась такая. Это 600 мл воды блендера. Попробовала на вкус. Мне кажется, сахар не стоило добавлять. Он и так достаточно сладкий от тыквы. На свое усмотрение. Добавлю себе острый перец. Вы делайте, как вы считаете нужно. Мне кажется, будет лучше. И вливаю сливки. Сливки у меня 20%. Пока у нас готовился суп. Я приготовила гренки к этому супу. Как я их готовила? Обжарила в тостере. Ступку добавим. Чеснок. Соль. Прованские травы. Прованские, итальянские. Какие у вас есть смесь трав. И это все хорошо перетираю в ступке. Подливаю сюда растительное масло. Лучше, конечно, оливковое. Какое у вас есть. Без запаха. И все это хорошо перетираю. Для мелкоты. Теперь уберем наши сухарики. Обжаренные в тостере. Берем сухарик. И хорошо смазываем. Вот этой массой, которая у нас получилась. Чеснок. Прованские травы. Соль. Растительное масло. На горячем батончике оно впитается очень быстро. И вот с такими сухариками. Мы подаем этот суп. Ну вот, суп готов. Сверху немного залила сливками. Посыпала семечками. Не суть дегустировать. Субтитры подогнал «Симон»